Как замороженные активы России передать Украине? Ну, я думаю, что нужно придумать очень сложную юридическую конструкцию, которая легитимизирует эту конфискацию. Чиновник Алексей Кудрин переходит в Яндекс. Кудрин в его текущем состоянии – это, ну, наверное, лучший выход из сложившейся ситуации. Мутные законы военного времени. Власти пойдут по пути поиска инициатив и организаций, которые продолжают действовать внутри России, тех людей, которые внутри России проживают, и при этом критически относятся к власти. Если ад существует, то он под Бахмутом. Непрерывный огонь, атака пехоты, окопы в воде, холод и болезни не останавливают ни одной из сторон. Почему этот город в Донецкой области стал самой горячей точкой на линии соприкосновения двух армий – Путина и Зеленского? Вооруженные силы России, имея численное превосходство в артиллерии и живой силе, в середине лета не могут взять Бахмут, где до сих пор остаются мирные жители. Фронт утонул в осенне-зимней грязи. Наступление даже вдоль дорог временно оказалось почти невозможным. Тем не менее, в тылу и украинском, и российском уже происходит сосредоточение войск для будущей зимней кампании. На чьей стороне будет генерал Мороз? Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги 48-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширите круг наших зрителей. И они смогут все это увидеть на канале YouTube-канале «Радио Свобода». Несмотря на постоянные обстрелы по всей линии фронта, украинские чиновники и военные утверждают, Россия подготавливает почву для отступления в Запорожской области. Согласно данным генштаба ВСУ, из поселка Михайловка, это примерно 60 километров от Мелитополя, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и учебном заведении. В городе Пологи и селе Инженерно российские военные выезжают из домов, где были расквартированы, и вывозят имущество. В селе Бручак назначенные Москвой оккупационные власти проводят перепись для добровольной эвакуации населения, утверждает генштаб. Город Бахмут в центральной части Донбасса уже несколько недель остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта. Сообщения об ожесточенных боях и тяжелых потерях обеих сторон поступают оттуда ежедневно, что особенно заметно на фоне относительного затишья на других участках, которое установилось после отступления российских войск на левый берег Днепра. Почему Россия так стремится захватить Бахмут? С нами на связи Роман Светан, военный эксперт. Роман, здравствуйте. Еще раз повторю, если ад существует, то он под Бахмутом. Почему этот небольшой город в Донецкой области стал самой горячей точкой на линии фронта? Российская ЧВК «Вагнер», разогнавшись освобождать с точки зрения россиян от украинских националистов Луганскую и Донецкую область, они зашли в одно время в север Донецк, дальше заняли Лисичанск, но украинские войска из него выходили. То есть мы его оставляли специально для того, чтобы укрепиться на рубежах Северска. Заняли Попасную и с разгону уперлись в Бахмут. Они попали в определенный информационный котел. Он так как с пафосом разрисовал свое победоносное движение от Северодонецка, Лисичанска, Попасной, дальше они также презентовали взятие Бахмута, причем не рассчитав просто свои силы. Не рассчитав то, что Бахмут – это очень мощная линия обороны, укрепрайон, который строился еще с 2014 года. Это вторая линия обороны отстраивалась, если будет первая прорвана. Потому сам по себе Бахмут является городом-крепостью определенного уровня. То есть там и есть река, которая его делит, есть определенная промзона, которую очень легко удерживать. И вот именно в этот укрепрайон уперлась частная военная компания «Вагнер». А вот дальше они уже не могут ничего сделать. Отойти не могут, не могут обойти его так же, не могут, так как любой выход этой группировки либо с юга, либо с севера Бахмута встречает наши фланговые удары по любой группировке, которая выходит. Потому они уперлись и будут за него сражаться. Наверное, на этом рубеже погибнет последний россиянин, я думаю, Пригожин, скорее всего, из тех, кто воюет в этой ЧВК. Сам по себе Бахмут – это ключ к дальнейшему движению вглубь Донецкой области, в сторону Славянска, Краматорска и дальше на запад. Естественно, без его взятия российскими войсками они просто не могут продвигаться, так как общая линия обороны, особенно эта вторая линия обороны, которая идет от Углидара, Авдеевки, Бахмут и Сиверск. Это ровный практически участок фронта, чуть больше 100 километров, который удерживается украинскими войсками. Причем гарнизоны этих городов, они друг друга поддерживают, то есть их практически невозможно обойти. И вторая причина, почему россияне именно пытаются выйти за Бахмут – это водовод, который идет со Славянска в Донецк. Они пытаются его взять. Роман, и все же наблюдатели пишут, в том числе и ваш коллега Олег Жданов, силы артиллерии в районе Бахмута 1 к 8 в пользу российской армии. Как так получилось, что именно там перевес в пользу противника ВСУ? Ошибки командования? Дело в том, что у россиян общий перевес в количестве арты. Нам не хватает до паритета несколько сотен стволов. Это до общего паритета. Но именно в районе Бахмута россияне сосредоточили все, что можно было сосредоточить, собрав практически с 1000-километровой линии фронта до ширины 15-20 километров в районе Бахмута. Это и артиллерия, и техника. Но техника сейчас пока не идет, так как грязь. И определенные средства поддержки старшего командира – авиация, радиоэлектронная борьба. То есть практически все, что есть у россиян, оно сосредоточено в районе Бахмута, так как есть определенные приоритеты по обеспечению войск ЧВК «Вагнер». То есть у Пригожина, видать, есть какие-то свои моменты, связанные с обеспечением. Потому именно в этой точке у россиян преимущество, и даже, я бы больше сказал, бывало и один к десяти. И преимущество в поставках боеприпасов, так как до российской границы по прямой несколько часов, пару часов, не более того, чуть больше 100 километров. Логистические цепочки могут работать без складов. И они, в принципе, сразу с колес работают по наведению огневого поражения украинских войск. В наши войска последние полторы недели произошла ситуация, когда россияне ушли с правого на левый берег Херсона. Эти части сошли в Бахмут чуть раньше, чем наши войска успели подойти также с правого на левый берег. Сейчас последние два дня ситуация выровнялась. Роман, у меня еще несколько вопросов. Попрошу вас быть чуть-чуть покороче. Ответы. Почему из Бахмута и окрестностей не хотят эвакуироваться гражданские лица? Это же там очевидно, что там обстрелы идут мощные. По данным Генштаба Украины, Россия отводит отдельные подразделения из населенных пунктов Запорожской области. Одни говорят, что это ротация войск, другие, что тактический ход, чтобы укрепить следующие рубежи. Вот вы понимаете, что на самом деле происходит на южном направлении? На Запорожский фронт подошли наши резервы с правого берега. Подошла артиллерия, начала работать на глубину до 40 километров. Это армейская арта, высокоточная, с активно-реактивными снарядами, с килибурами. Но не говоря о том, что там работают и хаммерсы в том числе. Потому россияне, прогнозируя увеличение огневого поражения нашей арты, они просто уходят из мест базирования и рассредотачиваются в близлежащих лесах и посадках. Потому это не отступление в прямом смысле слова. Это просто тактический прием, уход из центральных мест базирования. Так как туда уже начала доставать наша артиллерия, причем армейского плана. Скажите, Роман, может ли это наступление в СУ начаться зимой? На чьей стороне будет генерал Мороз? Уже мороз подошел. В пару, два, три дня стоит мороза, минус два, минус пять градусов. По ночи подошел арктический холод, арктический циклон. И именно антициклон. И он холодным ветром, холодным сухим ветром уже высушил и проморозил почву на несколько десятых километров. Наступление уже может начаться в ближайшие дни. Так как есть информация о том, что и на Луганском фронте, и на Запорожском фронте уже подстилающая поверхность к этому располагает. Потому точно не до зимы. Это будет в декабре. А зима сама по себе, она даст много положительных моментов, связанных с отсутствием зеленки. С очень дальними расстояниями по обнаружению противника и очень проблематичными механизмами по закапыванию и удерживанию обороны. То есть зимой намного проще наступать, чем зарываться. Еще один важный вопрос. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что боевые потери украинской армии составляют около 13 тысяч убитых. Почему именно сейчас решили обнародовать эти цифры? Не создают ли эти показатели в патнические настроения в Украине? Никогда до победы цифры потерь не засвечиваются. Скорее всего, была очень серьезная причина. Эта причина, наверное, это засветка общих потерь около 100 тысяч человек от боевого поражения, которое засветило по-моему, Суллаху от Дан-Ляйм. И эта подсветка около 100 тысяч, она вынудила все-таки наше командование и наше военно-политическое руководство засветить четкую цифру потерь именно вооруженных сил Украины. То есть объединенных вооруженных сил. Так как цифра в 100 тысяч это с учетом и гражданского населения, которое погибло от военных действий. И последний мой вопрос. Он вечный. Последнее время. Почему украинские вооруженные силы в ответ на ракетные удары армии «Шойгу» по мирным городам Украины не бьют в ответ по критической инфраструктуре России? Ваша версия. Нам это не нужно. Мы не россияне. Мы не уничтожаем мирное население. Нам это просто нет в этом необходимости никакой. Первая задача любой армии, какая бы ни была в этом мире, это уничтожение армии противника, а не его мирного населения. Именно на уничтожение армии противника направлены наши усилия. Роман, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был военный эксперт Роман Светан. Евросоюз ищет способ передать замороженные российские активы Киеву. А это ни много ни мало около 300 миллиардов евро резервов Центрального банка России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, Москва должна выплатить репарации на восстановление Украины. Чиновник также уточнил, что на сегодняшний день страны Евросоюза заморозили около 19 миллиардов евро активов, которые принадлежат как российским бизнесменам, так и другим лицам, поддерживающим Кремль. Ранее ООН подготовила резолюцию о выплате России репарации Украине за нанесенный ущерб в ходе войны. Документ, конечно же, носит рекомендательный характер, но все же давление на Москву идет со всех сторон. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйя наценила потери Украины более чем в 600 миллиардов евро. Президент Владимир Зеленский назвал астрономическую сумму в 1 триллион долларов, которую Москва должна выплатить Киеву за ущерб, нанесенный войной и оккупацией страны. История знает примеры, когда одна страна возмещает убытки другой за интервенцию. К примеру, Ирак выплатил Кувейту за военное вторжение 1990 года, осуществленное режимом иракского диктатора Саддама Хусейна. Затраты Багдада на репарацию Эль-Кувейту составили чуть больше 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за войну и оккупацию. Можно ли заставить Москву платить по счетам Киева? Об этом я побеседовал с публицистом в прошлом вице-премьером российского правительства Альфредом Кохом. На ваш взгляд, какую сумму может обойтись война в Украине для России? И о каких суммах может идти речь? Вот сегодня или вчера Владимир Зеленский назвал сумму триллион долларов. Это ущерб, который, по его мнению, был нанесен Украине. Вот как вы считаете? Я не готов сказать, сколько стоит война, не готов сказать, сколько стоит ущерб. Это все надо считать, смотреть и все пальцем в небо. Это все такие цифры непонятные. Я могу вам примерно сказать, сколько стоила Чеченская война, когда я был в правительстве. Это вообще очень сложно оценивать, потому что значительную часть ресурсов армия черпает со своих складов, которые были сделаны еще черти когда. И запасы, которые накоплены на армейских складах, они, так сказать, трудно поддаются оценке, особенно в нынешних ценах. Сколько у них там еще танков, сколько у них там еще ракет заложено еще в советские времена, никто не знает. Например, войну в Чечне вели практически всю из запасов Министерства обороны. Деньги выдавались только на ГСМ, на зарплату, на транспортные расходы и так далее. Но в этом виде война обходилась примерно 5-6 миллиардов в год. Сейчас, я думаю, что запасы подостощились и требуется какое-то новое производство. В войне участвует примерно в 5 раз больше народу, чем в чеченской. А может быть, даже в 10. Думаю, что в 10 на самом деле. Тогда 20 тысяч солдат было, а сейчас, я думаю, 200 тысяч. Ну, в 10 раз, да. Ну, вот, соответственно, считайте, если та война только по текущим расходам обходилась в 5 миллиардов в год, ну, значит, это обходится минимум в 50. Вот. А я думаю, что с учетом того, что склады не такие, так сказать, полные, как, например, в 90-е, и советские запасы как раз чеченская война и подостощила очень сильно. Но я думаю, что и все 100, и 150. Мир не знает опыта, чтобы 300 или 320 миллиардов замороженных денег передавали банковские системы Запада Украине. На ваш взгляд, вот как будет решаться эта процедура? Не нанесет ли ущерб банковская репутация, если эти деньги отдадут на восстановление Украины? Нанесет. Конечно, нанесет. Поэтому до сих пор и не передали. Конечно, Западу с точки зрения банальной логики выгоднее финансировать поддержку Украины из русских денег. Но он делает это из своих денег, а русские лежат мертвым грузом на счетах. Вот. Именно потому, что не существует легального механизма их конфискации. У вас есть какой-то рецепт, как это можно сделать? Почему я должен придумывать этот рецепт? Ну, вы же все-таки финансист, экономист, государственник. Ну, и я, как финансист и государственник, как раз сторонник священного права собственности. То есть, ну, я думаю, что нужно придумывать очень сложную юридическую конструкцию, которая легитимизирует эту конфискацию. В противном случае, конечно, это будет просто, так сказать, бессудная конфискация. Лучший вариант, если Россия... Дело даже не в том, что это просто произойдет одноразовая конфискация. Дело в том, что доверие к западной банковской системе у третьих стран, которые хранят сейчас свои золотовалютные резервы в западных банках, оно будет подорвано окончательно. И как это скажется на репутации западной финансовой системы, включая, так сказать, роль мирового доллара, я не берусь предсказать. Я думаю, что это главное, что останавливает западные страны, потому что они не хотят потерять эту роль своей финансовой системы. Надежного хранителя денег, чьи бы эти деньги не были. Совершенно верно. Правда, история знает пример, когда деньги Шаха Ирана были заморожены, и их не отдали правительству Хамени. Ну, таких случаев много, потому что правительство Хамени не смогло доказать, что оно правоприемник. Так же, как большевистскому правительству не достались деньги царские. А все-таки исторические примеры есть. Ну, конечно. Именно потому, что большевики отказались платить по царским долгам и объявили, что они не правоприемники царского режима. Ну, и сказали, ну так... На нет и ответ нет. Да-да, и значит, все, что есть у царского режима, у царской семьи за рубежом, и все не ваше. А вот смотрите, понятно, что механизм передачи денег сложный. А должны ли россияне, которые прекрасно понимают, что происходит в Украине, принимать участие в репарациях? А именно, сделать какой-то пункт по плате налогов. Вот как у нас, знаете, когда мы платим коммунальные налоги, есть 700-800 рублей, например, в Москве за капитальный ремонт. А сделать там 2-3% в графу Украина. То есть каждый человек должен понимать, что он платит эти деньги. Ну, то, что в Германии называется налог солидарности. Да, налог солидарности. Когда мы платили за восточные земли. Он до сих пор, кстати, есть. Это заставит людей думать о том, что произошло, и за эту трагедию должен нести персонально каждый своими деньгами. Это нужно так делать, или это несправедливо по отношению к тем, кто не поддерживает войну и выступает категорически против? Ну, слушайте, в Германии было огромное количество людей, которые были против Холокоста. Однако они все, так сказать, несут историческую войну без разбору. Поэтому, что ж тут говорить. Ну, ваша точка зрения как? Ну, я, 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 не важно, какая моя точка зрения. Важно, что это будет так сделано. Будет, да? Конечно, это будет. И это будет правильно, конечно. Германия называется налог солидарности. Налог солидарности – это налог, который западные немцы платят для восстановления восточной Германии. А Холокост – это другая история. Это государство от лица немцев платит Израилю деньги там. Ну, вернее, платило раньше. Сейчас уже, по-моему, не платит. Хотя... Будет ли носить вот этот налог воспитательный характер, гуманистический? Или это всего лишь деньги, ничего больше на ваш взгляд? Я думаю, что это всего лишь деньги, конечно. Всего лишь деньги, да? То есть, надо платить. Воспитательный характер по-другому делается. Ну, как, они же радовались, что Крым присоединили. Они, видимо, видели в этом какой-то, в том числе, материальный себе прибыток, да? Ну, раз вы видели тут материальный, значит, вот здесь вы должны увидеть свой материальный убыток от поддержки Путина. Вы поддерживали Путина, Путин вас загнал в расходы. Он, правда, их еще раньше загнал в расходы, но это уже 25-е дело. О новых репрессивных законах Кремля и о переходе Алексея Кудрина в компанию Яндекс мы поговорим после обзора главных событий этой недели. Не отключайтесь, ставьте лайки. Прямо сейчас вы нам поможете расширить аудиторию. Порелки, общение о преступлении. В сердце нет! Обычно подобными рейдами заканчиваются любые публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества в России. Будь то встречи с правозащитниками, сборы подписей. Потолок цены для российской нефти, поставляемой танкерами, составляет 60 американских долларов за баррель. Об этом договорились 27 стран Евросоюза, а следом за ними государство группы Семи и Австралия. Со временем максимальная цена будет меняться. Как сообщил европейский дипломат агентству Reuters, цена российской нефти будет на 5% ниже рыночной. В Минфине США заявили, что ограничение цены на нефть из России вводится для снижения доходов, которые идут на финансирование войны в Украине. В то же время коалиция по ограничению цены пытается не допустить резкого подорожения нефти на мировом рынке. В американском Минфине ожидают, что потолок цены обеспечит надежные поставки нефти в страны с низким и средним уровнем доходов. Ранее США и Евросоюз отказались от покупки российской танкерной нефти. Ее крупнейшими покупателями остаются Индия и Китай. Государства и компании, соблюдающие ценовые ограничения, получат доступ к услугам стран-коалиции, например, страхованию перевозок и аренде танкеров. Россия заявляла, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты по цене ниже рыночной. Как пишет Bloomberg, в администрации президента Путина готовится указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам продавать нефть в страны, ограничивающие цену. Для входа санкций Россия закупила 109 танкеров. Речь идет о создании теневого флота. Об этом сообщила Financial Times. Средний возраст судов – 12-15 лет. Некоторые из них готовились к осписанию. На начало декабря нефть российской марки «Юрлс» торговалась по цене 69 долларов за баррель. При этом в проекте бюджета на следующий год заложена цена в 70 долларов. Российский федеральный бюджет более чем на 40% формируется из нефтегазовых доходов. Телеканал «Дождь», который вещает из Риги, оштрафован на 10 тысяч евро. Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации счел нарушением, показанную в эфире карту России с оккупированным Крымом. Нарушением также посчитали слова «Наша армия» по отношению к российским вооруженным силам. Кроме того, вечерний эфир «Дождя» 1 декабря закончился скандалом. Ведущий Алексей Коростелев призвал зрителей писать о мобилизации на электронную почту и в чат-бот телеканала. При этом он сказал, что уже многим обратившимся удалось помочь с оснащением. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фланте. После этих слов телеканал «Дождь» уволил ведущего. При этом покидающий свой пост министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал лишить дождь лицензии, а его журналистов разрешение на проживание в стране. В Китае продолжаются протесты населения против политики нулевой терпимости к ковиду. Местами они перерастают в акции против Коммунистической партии и председателя КНР Си Диньпина. Власти Китая блокировали улицы 14 крупных городов от Шанхая до Гуанчжоу. Манифестации спровоцировал пожар в городе Урумчи, случившийся 24 ноября. В закрытом на карантин здании погибли 10 человек. Люди не смогли спастись из-за того, что полиция заперла двери снаружи. Кроме того, пожарные машины долго добирались к месту возгорания по перекрытым из-за карантина дорогам. С начала пандемии китайская полиция при любых подозрениях закрывает людей в домах, лишая их возможности ходить на работу и в магазины. На 14 крупных городов, в которых сейчас проходят массовые протесты, приходится 90% китайского экспорта. В Украине продолжается битва за Бахмут. Это самая горячая точка на фронте, где российские и украинские силы несут большие человеческие потери. Об этом сообщают в Американском институте изучения войны. Британская разведка информирует, что российские военные пытаются окружить Бахмут и за последние несколько дней достигли незначительных успехов к югу от города. Его захват потенциально поможет России развить наступление в сторону Краматорска и Славянска, считают британской разведки. С 1 декабря в России заработали новые поправки в законы об иноагентах и митингах. Власти значительно расширили список мест, где теперь ни при каких условиях нельзя проводить публичные акции. А для того, чтобы признать кого-то иноагентом, теперь не нужны формальные поводы. Также на этой неделе Совет Федерации одобрил закон о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды. До выхода в свет новому закону осталось только получить подпись Путина. С новыми ограничениями в России и с тем, как они отличаются от старых, разбирался Артем Радыгин. Обычно подобными рейдами заканчиваются любые публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества в России. Будь то встречи с правозащитниками, сборы подписей, либо кинофестивали. Причины самые разные. В пандемию коронавируса проверки санитарных требований. Перед поправками в Конституцию поиски экстремистов. А можно ничего и не придумывать. Просто поиск ЛГБТ-пропаганды для детей. Вот это и нет агитации. Вот это и нет агитации. Самая настоящая. Старые законы запрещали ЛГБТ-пропаганду среди детей. За нарушение штраф от 4 до 100 тысяч. Если так называемое нарушение было в интернете, то штраф больше. Если интернет в деле не участвовал, то в пределах 5 тысяч. По заявлению Конституционного суда России, ЛГБТ-пропагандой считается, цитата, «формирование искаженного представления о равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений». То есть нельзя говорить, что однополые семьи — это норма. Активисты считают, что под такую формулировку может попасть что угодно. В принципе, что такое ЛГБТ-пропаганда, науке неизвестно, как говорится. Ну то есть нет фактически, термин не существует. Он существует только в головах людей, которые его почему-то используют. И они думают, что этот термин есть на практике, что он существует физически, но его физически не существует. Поэтому я думаю, что его и быть не может. Здесь не может быть никаких границ. Теперь слова о равенстве людей с разными ориентациями нельзя произносить не только при детях, но и при взрослых. Новый штраф — до 400 тысяч рублей. К запрещенным словам о равенстве добавились и разговоры о смене пола. Если после ваших слов какой-то ребенок захочет сменить пол, то вас оштрафуют на 200 тысяч. Пропаганда обязательно должна быть направлена на формирование привлекательного образа. А демонстрация — это может быть просто констатация самого факта. Ну, скажем, целующиеся на экране мужчины. Здесь не будет пропаганды. А вот демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений будет. И мы считаем, что для детей такого рода информация должна быть закрыта. По новому закону Роскомнадзор может блокировать любые сайты, где найдет ЛГБТ-пропаганду. Без решения суда. Фильмам запрещать прокат, а книги изымать из продажи. Представители ЛГБТ-сообщества считают, что новыми ограничениями власти пытаются найти для избирателей новых врагов. Нужно как-то создать образ врага. Украина уже не работает хорошо. Но вот у нас еще есть такие вот геи. Надо как-то с ними разобраться. Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать. Иностранный агент. Отдельные организации записывали во враги России еще с 2012 года. С 2018 года в иноагенты записывают и людей. А с декабря этого года больше нет разницы. Компания, человек или средства массовой информации. Все в одном открытом реестре. Там указаны имена, даты рождения, налоговые номера и данные о пенсионной страховке. По словам юристов, сам закон, даже без публикации реестра, выделяет неугодных власти людей в группу, которую ущемляют в базовых правах. Мы видим, что здесь ситуации фактически равны, но кого-то включают, кого-то не включают. И в данном случае, на мой взгляд, есть принцип запрета дискриминации и обеспечения равенства всех людей и организаций, независимо от того, критикуют, не критикуют они власть. Мы эти аргументы составили, кстати, в европейском суде по правам человека, который в этом году принял решение о том, что законы в иностранных агентах не соответствуют Европейской конвенции о защите прав человека. С новыми поправками стать иноагентом еще легче. Теперь не нужно и получать деньги, и заниматься политикой. Теперь достаточно только, цитата, попасть под иностранное влияние. Что это такое, в Думе внятно не объясняют. Правозащитники считают, что влиянием могут посчитать любой контакт с иностранцами. И только под этим предлогом заклеймить любую организацию и любого активиста. Далее власти пойдут по пути поиска инициатив и организаций, которые продолжают действовать внутри России, и тех людей, которые внутри России проживают, и при этом критически относятся к власти, не только в области антивоенной деятельности, это, конечно, тема номер один, но и которые продолжают свою деятельность по борьбе с той же коррупцией, пытаются влиять на изменения законодательства, пытаются сохранять окружающую среду. С новыми поправками депутаты добавили еще запретов для иноагентов. Им теперь нельзя преподавать в государственных учебных заведениях, поступать на государственную службу, получать заказы от государства и подаваться на государственные гранты. Также нельзя выступать экспертом в государственных экспертизах, работать в избирательных комиссиях и проводить митинги. Для митингов депутаты ввели отдельные ограничения, причем неважно, кто их будет проводить, иноагент или нет. Теперь митинги нельзя устраивать возле зданий, где работают чиновники, возле школ, вузов, вокзалов, церквей, электрических, газовых и водопроводных сетей. Получается, в городах запрещено почти везде. С нами на связи журналист и автор телеграм-канала «Гей и динамит» Ренат Давлет-Гильдеев. Ренат, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, как будет действовать ЛГБТ-сообщество в России, когда один неверный шаг по версии властей, и ты можешь оказаться за решеткой? Ну, ЛГБТ-сообщества в России в последние годы, в принципе, ровно так и действуют, потому что я не могу сказать, что что-то принципиально поменяется в действиях ЛГБТ-сообщества. Это, условно говоря, кинофестиваль «Бок о бок», единственный квир, кинофестиваль, который в России проходил много лет, например, в прошлом году я там был членом жюри, он как срывался соратниками господина Милонова и прочими группировками а-ля 40-40, так и, собственно, будет срываться. То есть ничего принципиально не поменяется. Просто, к сожалению, сейчас мы понимаем, что ЛГБТ-сообщество, в принципе, не сможет никаким образом возвышать голос и будет уведено целиком в серую зону. Но, знаете, я вот о чем хотел отдельно сказать. Меня очень расстроило то, что в рамках борьбы с этим законом ЛГБТ-сообщество тоже не объединилось, и мы не видели какого-то единого движения борьбы, потому что я очень хорошо помню, как принимался первый закон, вы помните ту самую приписочку 18+, запрет ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. И вот тогда, в 2013 году, ЛГБТ-сообщество было единым, мощным. Мы привлекали звезд шоу-бизнеса и прочее. Вы все прекрасно помните, например, журнал «Афиша» с радужной обложкой и с более чем 30 камин-аутами публичных персон, ну, публичных и не очень. Сейчас ЛГБТ-сообщество уже никак с этим законом не боролось, в частности потому, что никаких легальных и возможных речевов этой самой борьбы нет. Единственная борьба, которая сейчас была, это, например, мы призывали всех геев, которые живут в России, писать письма, официальные запросы в Госдуму, в аппарат Госдумы на имя депутата Госдумы, и депутаты Госдумы обязаны были на них отвечать. Письма с требованием не принимать этот закон просто завалили тысячами, десятками тысяч вот таких вот требований и о сообщении Госдумы, но и как бы это, как мы видим, никаким образом не помогло. Голос ЛГБТК-сообщества слышен не будет. Как заниматься, в принципе, любой правозащитной деятельностью ЛГБТК, сейчас мы пока не понимаем, но нужно искать какие-то новые зоны и новые сферы. Условно говоря, как журналистика принципиально поменялась сейчас с началом войны, и многие говорят, что вот, журналистики больше в России нет, но журналистика, наоборот, расцветает, и мы видим десятки любопытнейших ютуб-каналов и так далее. Мы должны искать новые формы донесения информации и новые формы коммуникации с теми геями, лесбиянками, трансгендерными персонами, которые в России будут жить. И все же, Ренат, что делать молодым людям, особенно в небольших городах, которые чувствуют себя гомосексуалами? Куда им идти? Ну, во-первых, им не нужно бояться, потому что мы прекрасно помним, что гомосексуальность — это не болезнь, болезнь — это гомофобия. К сожалению, сейчас никаких центров психологической поддержки, благотворительных фондов, которые раньше занимались помощью вот таким, особенно подросткам, и в первую очередь мы, конечно, говорим сейчас о тех ребятах, которые только-только осознают свою гомосексуальность, им эта помощь нужна в первую очередь. Им сейчас пойти будет некуда, но, с другой стороны, в принципе, все эти центры закрылись еще год назад и два года назад их радостно и прям пачками попризнавали иностранными агентами. Что им делать? Есть телеграм-каналы, есть активисты, которые ведут в том числе какие-то группы поддержки. Мы сейчас будем инициировать, например, еженедельные зумы, мы будем собираться, мы — это ЛГБТК-активисты, и будем обсуждать главные какие-то вопросы, как мы будем доносить информацию, как мы будем общаться с теми ребятами, которым очень нужно наше слово. Ну, в конце концов, мы же с вами в 2022 году живем. Нужно просто немножечко открывать свое сознание и понимать, что если ты хочешь, чтобы, как сказать, если ты хочешь жить, если ты хочешь, чтобы у тебя были соратники, если ты хочешь слышать слова поддержки, ты эти слова должен, ты должен найти способ эти слова получить. И я думаю, что таких способов будет достаточно. Есть ютуб-каналы, квир-каналы, есть куча телеграм-каналов, если я повторюсь. То есть нужно, ну что нужно, нужно не бояться, да, нужно не бояться. Но наша задача в первую очередь, потому что, конечно же, мы говорим сейчас о нас, как ЛГБТК-активистах, это достучаться и придумать, как достучаться до этих ребят. Ринат, еще один важный момент. Какова будет реакция книгоиздателей и кинематографистов? Ожидаете ли вы от них какой-то поддержки? Или они возьмут под козырек и будут заниматься самоцензурой и изъятием книг из библиотек, из книжных магазинов, ну и так далее? Ну, они уже сейчас занимаются этим самым изъятием книг и уже, в общем-то, взяли под козырек. Ну, наверное, их можно понять, потому что у нас в России чаще всего люди заранее пытаются соломки подстелить. Я прекрасно понимаю, на самом деле, политику издательств, которые уже сейчас не поставляют свои спорные, проблемные книги в магазины. Я не думаю, что будет какая-то поддержка от издательств, потому что все запуганы. Плюс мы прекрасно понимаем, что у нас на самом деле независимых издательств в России почти не осталось. Мы видим травлю издательства Popcorn Books, того самого издательства, которое выпустило книгу «Лето в пионерском галстуке». И это издательство сейчас, во-первых, его руководители признаны иностранными агентами, что само по себе уже чудовищно. Вот. И, в общем, ну, конечно, никакой поддержки не будет. Если мы говорим про киноиндустрию, мы тоже прекрасно понимаем, что сейчас и киноиндустрия в том числе в основном так или иначе либо напрямую, либо аффилирована с государством. Никаких частных денег в киноиндустрии нет. Если раньше мы помним, да, например, целый расцвет сериальной индустрии, индустрии онлайн-кинотеатров, и более того, даже на российских онлайн-платформах мы могли видеть, например, сериалы, где так или иначе было выведено аккуратно, может быть, без акцентов, но тем не менее, там, не знаю, линия геи-отношений. Сейчас, конечно, такого ничего не будет. Я недавно разговаривал с очень близкой приятельницей, которая руководит одной из вот таких вот онлайн-платформ. Но, к сожалению, ничего хорошего сказать мне не может, потому что деньги дают только на патриотическую клюкву. Государство дает деньги только на то, чтобы снимать фильмы а-ля вот этот вот опус Тиграна Киасаяна про Крым, который провалился в прокате, он стоил, по-моему, 300 миллионов рублей. Ни на что другое, ни на что спорное, деньги, конечно, не дадут. Из России Netflix ушел еще в самом начале войны, поэтому, конечно, никакие сериалы, где квир-линия, где подростковая любовь выведена, мы просто не увидим. Ренат, Ренат, последний вопрос, если можно, очень короткий ответ. Кремль только что принял новый расширительный закон об иноагентах, вы их немножко упомянули. Кто теперь оказывается в зоне риска? Все. Вы знаете, вот я послушал ваш, на самом деле, замечательный сюжет, и мы прекрасно понимаем, что, в принципе, иностранным агентом может быть любой человек. То есть, по сути, так как в законе это вообще никаким образом не проговаривается, вот, например, если я беру уроки французского языка у француза по скайпу, я подвержен его влиянию? Ну, наверняка подвержен. То есть, могу ли я быть иностранным агентом? Конечно, могу. В этом ключевая проблема, в том числе и закона об ЛГБТК пропаганде, потому что мы не знаем, что такое пропаганда, потому что в законе этой формулировки нет. Что такое иностранное влияние, тоже закон не описывает, нам не объясняет. Поэтому, по сути, ну, конечно, могут загрести всех, и более того, меня возмущает эта формулировка еще аффилированной. Что такое аффилированной? Ну, в общем, ну как, ничего хорошего, опять-таки, сказать не смогу. Кто может стать иностранным агентом? Любой человек, который действительно хотя бы раз в жизни общался с иностранцем. Вот, знаете, как в Советском Союзе все было. Ну, как в Советском Союзе, если ты слушаешь Битлс и Роллинг Стоунс, уже оказываешься под влиянием иностранной культуры, ну и так далее. Ринат, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был журналист Ринат Давлетгиреев. Совет Федерации 30 ноября освободил Алексея Кудрина от должности главы счетной палаты. Накануне об этом попросил Владимир Путин. Безработным, по всей видимости, Кудрин останется ненадолго. С лета ему пророчат ключевую должность в Яндексе, что косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В самом Яндексе рассказали о грядущем разделе. Часть проектов останется за соосновательным корпорацией Аркадием Воложем и уедет за рубеж. Как крупнейшая IT-компания страны, которую часто называли российским Гуглом, пришла к Расколу, разбирался Иван Воронин. Яндекс.Раскол и Яндекс.Кудрин, как грядущие релизы корпорации, проскакивали в новостях еще весной и летом. Подробнее всего со ссылкой на источники об этом в июле писало издание The Bell. Мол, Волож хочет вывести часть активов за рубеж, а помогает ему в этом Кудрин. Топ-менеджмент Яндекса расколот с начала войны. Его часть либо уехала за границу, либо и не возвращалась оттуда. Но завершение раздела невозможно без согласования с Владимиром Путиным. За это, как сообщалось, Кудрину полагался пакет акций стоимостью в 300 миллионов долларов. Бренд Яндекс, права на интеллектуальную собственность и большую часть проектов объединят под новым юридическим лицом в России. Пока материнская компания в Нидерландах. Сам Яндекс тогда в резкой форме опроверг карьерные перспективы Кудрина в корпорации. Не то чтобы на улице офишал, но, цитирую, «хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив», пишет Кудрин в своем телеграм-канале, рассказывая о прошении об отставке. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании парламента выражает надежду, что теперь заявления Совета Федерации будут чаще попадать в топ Яндекса. Какое совпадение? Это разделение, оно нужно ровно для того, чтобы российское государство, наконец, получило то, что ему нужно. Управляемую поисковую систему, управляемые технические и технологические сервисы, которые будут подконтрольны в том смысле, что они будут напрямую контролируемы человеком из государства, тем человеком, которому государство доверяет. Рассказывает IT-эксперт Григорий Бакунов. Впрочем, по его мнению, назначение Кудрина – лучший выход из ситуации. Эдакий компромисс, особенно на фоне тех, кто мог бы занять эту должность. Еще в марте, вскоре после начала войны, в Яндексе решили избавиться от наиболее токсичных активов – сервисов Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен, писал РБК. В конце лета Федеральная антимонопольная служба одобрила обмен активами Яндекса, ВК и Сбера. Новости, Дзен и де-факто главная страница Яндекс.Ру достались ВКонтакте – сервис по доставке еды Delivery Club Яндексу. С новостями связана серия скандалов вокруг Яндекса. От обвинений в сокрытии информации о митингах сторонников Навального в 2017 году, тогда в корпорации это объясняли алгоритмами и новыми правилами Роскомнадзора, мол, если две сотни подконтрольных мэрии Москвы и зданий напишут про гололед, это вышибет любые другие новости. До обвинений в сокрытии информации о войне в Украине от бывшего главы сервиса Льва Гершинзона. Яндекс.Еда после покупки Delivery Club, видимо, окончательно возглавит рынок доставки, как ранее Яндекс.Такси монополизировал рынок с покупкой российского отделения Uber. И в той ситуации ФАС одобрила сделку. В марте в сеть утекла база данных клиентов Яндекс.Еды со всеми заказами, номерами телефонов и адресами доставки. То, что мы видим внутри российского IT, это возврат к методам плановой экономики, где каждая IT-компания выбрала себе какой-то сегмент и вообще не конкурирует с другими. Что получается? Получается, что есть Яндекс, который занимается высокотехнологичными продуктами, есть Сбер, который занимается банковскими и финансовыми продуктами, есть ВКонтакте, который занимается социальными сетями, ну и так далее. То есть это все, как бы все эти корпорации, они поделились по сегментам. И понятно, что ведущий в этом случае с IT-компанией становится так, который занимается самым высокотехнологичным сегментом, а это Яндекс. Яндекс.Волош отколовшейся партии сулили лицензии на развитие за рубежом беспилотных, облачных и образовательных сервисов, а также сервиса по распознаванию образов Толока. Сам Волош под санкциями Евросоюза с июня живет в Израиле. Но, уверен Григорий Бакунов, эта история не про Волоша и санкции, а про попытку спасти разработки. Да, у Яндекса действительно селф-драйвинг точно входит в топ-3 лучших в мире. У Яндекса действительно неплохо получился образовательный проект. Яндекс.Толока, вот это сервис, который помогает обучать современные системы искусственного интеллекта, это тоже сервис совершенно мирового уровня. И почему бы в обмен на несуществующие теперь уже, по сути, российские активы не получить возможность развивать дальше это и тем самым не потерять деньги, то есть не списать все практически под ноль, я здесь не вижу каких-то таких историй. То есть мне кажется, что это совершенно разумный ход, в котором выигрывает, в первую очередь, не Волош, Волош в этой ситуации проигрывает. Выигрывают в основном акционеры существующего Яндекс.НВ, причем те акционеры, которые обладали вот этими классическими акциями, не управляющими акциями, как у Волоша, а просто классическими акциями. Я надеюсь, что в этом смысле все получится. С начала войны Россию покинули тысячи сотрудников Яндекса, продолжая работу на удаленке, либо присоединяясь к офисам Яндекса за рубежом. Пока раскок корпораций на их жизни никак не отразился, возможно, и не отразится. Сообщили радио «Свобода» на условиях анонимности два сотрудника Яндекса, не связанные друг с другом. С нами на связи экономист Сергей Хистанов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, глава счетной палаты Алексей Кудрин переходит в компанию Яндекс. В чем интрига этого перемещения? Усиление контроля государства над частной компанией, как говорил наш один из экспертов, или Кудрин эффективный менеджер-спаситель? Мне кажется, что это ближе ко второму варианту. До сих пор Алексей Леонидович зарекомендовал себя как очень грамотный технократ. В второй половине 2000-х годов ему удалось решить, вообще говоря, грандиозную по масштабу задачу, которая была направлена на увеличение устойчивости финансовой системы, прежде всего за счет создания рестабилизационного фонда. Причем тогда, когда фонд создавался, отстоять саму эту идею, близкую к идеям монетаристов, было очень нелегко. Сейчас уже это ни у кого не вызывает возражения, но вот в самом начале очень многие выступали против. Он добился своего, и система доказала свою работоспособность во время прохождения кризиса 2008 года, 2015 года, пандемии. Ну и, наверное, сейчас, можно сказать, что даже вот в нынешних крайне непростых условиях, и вот эта вот его система показала свою эффективность. И его назначение в Яндекс, возможно, так думают многие люди из этой индустрии, связаны с желанием, чтобы он выставил нечто отдаленно напоминающее, конгломерат IT-сервисов, который хорошо развит в Китае. Сергей, скажите, а спасет ли все-таки назначение Кудрина, друга Путина, соратника Путина, по-разному можно дать характеристику Яндекс от возможных западных санкций? Трудно сказать. Мне кажется, скорее нет, чем да, но само разделение компании, судя по всему, направлено на то, чтобы часть сервисов, которые имеют большой потенциал развития, в том числе международный, отделить от той части, которая будет заниматься практическим бизнесом, с сильной ориентацией на Россию. Естественно, для второй части само наличие или отсутствие этих санкций достаточно вторично. Кудрину полагается пакет акций Яндекса стоимостью в 300 миллионов долларов, пишут эксперты. Скажите, как можно при вступлении в должность взять и подарить человеку такие деньги, человеку, который пока ничего не сделал? Это что, такой входной золотой парашют? Ну, тут мне трудно судить. Наверное, правильнее задать этот вопрос другим людям. Но вообще, предыдущая история тех проектов, которые курировал Алексей Леонидович, внушает уважение. Поэтому карт-бланш доверия такого размера, в общем-то, особенно не удивляет. Ну, вы знаете, наверное, это можно провести параллель с Рональдом, футболистом известным, который, если будет играть за Саудовскую Аравию, точнее говоря, одну из команд, получит чуть ли не полмиллиарда долларов. Но там мы знаем за что. Едем дальше. Останется ли Яндекс ведущей российской IT-компании в случае окончательного раздела и вывода части активов за рубеж? Ну, как минимум, на некоторое время, очевидно, останется. Вообще, перспективы развития IT-отрасли в России выглядят, по крайней мере, сейчас достаточно неопределенно. Потому что не секрет, что достаточно много людей уехало. Причем, вот по кулуарным разговорам уехали одни и лучших сотрудников. Поэтому, естественно, сейчас в большей части IT-компании России идет достаточно болезненная перестройка команд, адаптация к условиям. Поэтому на некоторое время ситуация просто сохранит статус-кул. Что будет в дальней перспективе? Ну, наверное, сейчас строить прогнозы на эту тему банально рано. Одна из горячих тем сегодня – это деньги России. Как будет разруливаться ситуация с репарациями Украины? Сумеет ли Россия выстоять перед грядущими изъятиями средств в пользу Киева? Очень сложный вопрос. Частично не по адресу, поскольку я экономист, а далек от нюансов международного права, тем более в таком крайне специфическом вопросе. Но пока можно констатировать одну вещь. Что все прогнозы динамики российской экономики, которые делались где-то в марте-апреле этого года, почти все не оправдались. Не оправдались, кстати, в одно и то же количество раз, почти ровно в два раза. То есть российская экономика оказалась более стойкой. И одна из возможных причин, почему так случилось, причем любопытно, что одинаково ошиблись все. И российские экономисты, причем экономисты из бизнес-сектора, из государственных структур, и западные экономисты, которые тоже анализируют российскую экономику, все ошиблись почти ровно в два раза. Это говорит о том, что, судя по всему, была допущена какая-то системная ошибка. И мне кажется, что она заключается в том, что вначале ввели санкции против импорта, и только сейчас начинают вводить, буквально вчера-сегодня, санкции против экспорта. Это привело к тому, что у России сформировался очень сильный платежный баланс. То есть забавно, но вот последние месяцы Россия зарабатывает больше валюты, чем тратит, причем эта величина больше, чем в тучные годы. Вот такой парадокс. И это способствовало укреплению рубля. Это сильно сбило эмуляцию, потому что инвестиционные ожидания марта-апреля, они сильно не оправдались. Эмфляция снизилась. И посмотрим. Возможно, по мере того, как начнут действовать санкции против экспорта, ситуация изменится. Но пока Россия проходит вот это испытание гораздо лучше, чем ожидали все. Но вот как раз, Сергей, Запад вводит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день заработают эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефти из Российской Федерации до 60 долларов за баррель. Выдержит ли российская экономика такой удар, если честно? Вот что касается предельной цены, то она выбрана таким образом, что вот именно это пока почти не почувствуется, поскольку реальная цена российской нефти, с учетом дисконтов, она примерно и составляет величину близкую к этой. Поэтому это громко звучит, но пока это не проблема. А вот необходимость перенаправления, прежде всего, нефтяного экспорта на другие рынки, вот это вот очень сложный вызов. Потому что исторически, ну буквально с 60-х годов XX века, вся инфраструктура российского экспорта углеводородов и по нефти, и по газу выстраивалась для экспорта на Запад. И даже месторождения находятся все-таки в западной части страны, вот даже те, которые в Сибири, в основном в Сибири Запад. Соответственно, отсутствует логистическая инфраструктура для экспорта на восток. Сложная ситуация с танкерным флотом. Поэтому вот это вот действительно очень большой вызов. Но даже люди изнутри нефтяной индустрии пока не могут оценить возможные последствия. Я думаю, что вот это будет понятно не раньше, чем, наверное, конец первого квартала следующего года. Сергей, вам большое спасибо за ваши замечательные комментарии. Моим гостем был экономист Сергей Хистанов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки прямо сейчас. Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова